Радий Фаридович, вы на вашем допросе. Виктор Михайлович, уступите, пожалуйста. Я здесь сяду. Радий Фаридович. Всем добрый день. Мы просим вас сюда. Присядьте, пожалуйста. Я сяду на свое место. Я здесь сижу. Сядьте, пожалуйста. Давайте начнем работу. Радий Фаридович, мы вас просим. Присядьте, пожалуйста, напротив народа. Вы меня попросили, я вам отказываю. Я здесь буду сидеть. Хорошо, мы тогда туда идем. Уходите тогда. Это ваше решение. Кто-то остается у нас? Остается? Ну, тогда давайте кто-то останется, мы побеседуем. Ну, вам удобно будет таким образом стоять, мне кажется? Хорошо. Спасибо большое. Значит, давайте начнем. Давайте начнем. Всем добрый день. И я действительно хочу сказать, очень хорошо, что мы сегодня встретились, потому что мы на горе договорились об этом встретиться. Я думаю, что это правильная история. Значит, у нас сегодня в ходе встречи присутствуют представители защитников, экозащитников, защитников Шахтау, члены СПЧ, журналисты. У нас присутствует прокурор республики, ведерник Владимир Викторович и заместитель прокурора республики Логинов Викторович Михайлович. Поэтому я предлагаю каким образом начать работу. Значит, я скажу несколько слов, наверное, потом у нас же на горе был ряд договоренностей и, соответственно, по этим договоренностям мы с вами пробежим, что у нас выполняется, что не выполняется и что нам с вами вместе нужно сделать. Значит, первое, Куштау. Значит, на горе та формула, о которой мы с вами говорили, Куштау, значит, я дал слово тогда, что Куштау не будет разрабатываться, нет компромисса, не разрабатывается. Значит, мы договорились, это было предложение, собственно, которое родилось прямо на Куштау, это было предложение, что создать коррекционное совещание, которое будет некой такой площадкой. Я не против, это очень, на самом деле, хорошая история. Но смотрите, что меня беспокоит. Вот история с Куштау, история в целом с БСК, она уже настолько нашу республику дестабилизирует и мешает, мне кажется, работать. Поэтому у меня какое предложение? Я даю две недели всем для того, чтобы, а, сформировать это коррекционное совещание, иначе может в долгую очень уйти, я думаю, что и вам это не интересно, и нам это не интересно, и коллегам с БСК это не интересно. Вот две недели мы с вами, вернее, вы должны создать, подчеркиваю, провести консультации и найти какое-то решение. Не найдете решения, не соберете коррекционное совещание, проходит две недели, это 4 сентября, и, соответственно, я тогда направляю документы, и, вернее, мы подготовили же полный пакет на то, чтобы Куштаву придать статус особо охраняемой территории. Потому что эту историю с Куштаву надо закрывать, она закрыта. В моем понимании разработка ее невозможна. Но, еще раз повторяю, поскольку мы на горе с вами договорились о том, что будет коррекционное совещание, в ходе которого вы будете беседовать и разговаривать, соответственно, с БСК, там тоже люди есть, там тоже рабочие, выслушайте их, если они готовы представить вам какие-то интересные решения, я думаю, это будет правильно. Это вот то, что касается Куштава. Все остальное, давайте, наверное, у нас Урал Байбулатов, вы, наверное, как лидер, давайте будем, у меня какая просьба, коллеги, я не всех знаю, поэтому, когда задаете вопрос, надо представляться, ну и, соответственно, начнем нашу беседу. Ладно, давай, без того. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Куштава. 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 Мы, многонациональный народ Башкортостана, соединенные общей судьбой на своей земле, встали на защиту Шихана Куштава. Согласно договоренностям, достигнутым на горе 16 августа 2020 года, мы сформировали Координационный совет защитников Куштава и направили своих делегатов на встречу с главой республике, чтобы передать наши требования. Мы требуем создать особо охраняемую природную территорию с категорией «Памятник природы регионального значения на землях Куштава» и с категорией «Национальный парк на землях всех шиханов» и сдать соответствующие нормативно-правовые акты в течение 10 дней. 2. Освободить защитников Куштава немедленно и прекратить все репрессии. 3. Отозвать разрешительную документацию на добычу известняка из горы Куштава и на рубку леса. 4. Привлечь к ответственности участников нападения на защитников Куштава и всех причастных к этому лиц. 5. Отправить в отставку главу Ишимбайского района Абдрахманова Азамата. 5. Провести международную научно-практическую конференцию, посвященную геологическому, биологическому, культурно-историческому и экологическому значению горы Куштава в течение 30 дней. 5. Наши позиции в плане особо охраняемой природной территории совпадают. 6. Я просто хотел уточнить, значит, на горе, это было ваше предложение, прозвучала фраза «Координационное совещание». Я не очень понимаю, вот здесь вот этого не было. Что с «Координационным совещанием» в вашем понимании? Урал Шамильевич, можете там мне сказать? 3. Радий Фаритович, мы свои требования, свои пожелания изложили на бумаге и только что передали вам. 6. То есть я правильно понимаю, что «Координационное совещание» вы собирать не хотите? 6. Координационное совещание можно созвать, но до этого мы в течение нескольких лет, наши ученые, наши эксперты, вы всех их знаете, давно уже аргументировали и обосновали то, что Куштав никак не может рассматриваться как источник сырья. Кроме этого, Гумеровское ущелье и остальные все причастные территории точно так же не могут рассматриваться как источник сырья. У вас единственный выход – модернизация технологий. В.ПУТИН. Спасибо большое. Мы исходили из чего ведь, на самом деле? Мы исходили из того, что вы все-таки это обсудите на «Координационном совещании», и в ходе этого вот эти все аргументы повторно скажете. Я думаю, что… Мне, правда, сложно представить, какие аргументы БСК вам принес бы, но все-таки мы договаривались, что должно быть «Координационное совещание». Поэтому я вновь повторяю, что, мне кажется, это будет разумное решение, что все-таки две недели мы ждем. В течение двух недель все-таки БСК должно привить инициативу. Это была инициатива БСК. Они выходят на вас. А дальше это уже ваша позиция. Понимаете? Либо вы… Потому что в течение этих двух недель должно быть и сформировано, и проведено, и, соответственно, какие-то решения приняты. Если вы такие решения принимаете или не принимаете с высокой долей вероятности, как я понимаю, то, как я сказал, в течение двух недель, 4 сентября, я направляю документы, мы их подготовили, уже полный пакет документов, на, соответственно, присвоение к штабу статуса особо охраняемой природной территории. Там есть нюанс, но я думаю, что мы попросим побыстрее это оформить. Там необходимо согласование с федеральным органом исполнительной власти в части присвоения статуса. Я учитываю, что есть письмо, соответственно, Минпророда, я думаю, что это решаемый вопрос. Поэтому вот ответ здесь такой, мне кажется, здесь, я бы даже сказал, наши позиции сходят. Поэтому вот две недели, как говорится, работайте. Значит, если вам необходимо какое-то участие там республиканских органов, то, пожалуйста, этим готов заниматься Назаров Андрей Геннадьевич. Если вам нужна экспертная поддержка, то можно, полагаю, обратиться к Хамитову Россиха Акзамовича. Мы с ним договорились, что он будет у меня советником как раз по вопросам природных ресурсов и экологической безопасности. Он тоже готов оказать вам содействие в этом вопросе. Покуштал, вот предлагаю нам с вами об этом договориться. Добро. Радий Геннадьевич, мы вас услышали. Спасибо вам за то, что вы нас приняли. По остальным пунктам мы тоже ждем ваших решений. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Все защитники, представители уходят или мы продолжаем разговор какой-то? Кто-то у нас есть, с кем мы там имеющие отношение к Кушталу? Нет, члены, соответственно, нету, наверное. Коллеги, тогда... У СМИ есть какие-то, коллеги, вопросы? У коллеги нету СМИ вопросов. Хорошо, всем спасибо большое. Спасибо. А, так нет, значит, у нас все-таки кто-то остался. А, давайте. Ну, так как я депутат сельского совета и на первом с вами заседании, опыт у меня маленький, глава Ишимбайской администрации сказал нам, что мы должны доносить голос народа до руководителей. Вот вчера я в социальных сетях прочитала пост, это не мои слова, но я их полностью придерживаю. Там были такие слова. Спасибо вам, Радий Фаридович. У каждого истории есть своя роль, и вам удалось объединить всех жителей Башкортостана. 16 августа это был день, когда рух Башкортостана, рух башкирского народа поднялся до небес. Вообще Куштау, конечно, место такое очень волшебное, и там происходят какие-то вещи, которые трудно объяснить иногда метафизически. Я бы хотела еще высказать такую точку зрения. Вот каждый раз геологи, к сожалению, не слышат, я пытаюсь это через вас сказать. Мы всегда ищем гору с известняком, гору с известняком, чтобы синтезировать соду кальцинированную. Я не химик, но я в химическом предприятии долго работала, и что-то, может быть, по наитию какие-то знания мне приходят. В мире существует сода природная и сода синтетическая. То, что мы производим соду синтетическую, к ней идет очень много отходов, которые отправляют наши земли. Задавшись вопросом, где же она находится, сода природная, есть ли она вообще на территории Башкортостана, я с удивлением поняла, что это же тоже то, что осталось от океана. То есть если у нас осталась соль, если у нас остался известняк, у нас осталась и сода природная. В свое время в Красноусольске, там тоже воды, как минеральные воды, которые проходят, они именно как будто соду в них растворили чуть-чуть. Там был заводик стекольный, он еще существовал до революции. То есть стекольный завод — это песок, кальцинированная сода при температуре высокая переплавляется и получается стекло. То есть выход природной соды есть на территории нашей республики, его не надо где-то искать. Я не знаю, какие объемы, я знаю, что он есть. И что его сейчас, если они же сами говорят, что в Турции пустили трехмиллионный завод и себестоимость у них в три раза меньше, то почему мы не хотим добывать природную соду? Мы бы избавились от очень многих экологических проблем. У нас бы ушла проблема с дизелью. с дизелированной водой. У нас бы ушла проблема со шламами этими. Вот я хочу, чтобы вы этот вопрос поручили и геологи бы его изучили. Вот смотрите, что я хочу на это сказать. Спасибо большое. Значит, я не знаю, вы слышали или не слышали, что мы в принципе акционерам соды предложили, учитывая то обстоятельство, что они демонстрируют неготовность работать в новых реалиях, по сути, без Куштау. И надо на самом деле спасать Куштау, вернее, спасать соду, как предприятие. Мы им предложили все-таки, чтобы мы выкупили у них контрольный пакет. Тогда мы заходим и сами спокойно. У нас есть понимание, куда двигаться, у нас есть ясное понимание. Значит, пока это было, по сути, мое публичное предложение, каких-то ответных реакций нет. Что дальше идет? Нас вообще очень серьезно беспокоит ситуация вокруг БСК. Во-первых, беспокоит экологическое то, о чем вы говорите. Нас очень сильно беспокоит политика по выплате дивидендов акционерам БСК, которые практически все выгребают. И, соответственно, все никуда не уходит на модернизацию то, о чем вы говорите. Нас сильно беспокоит непонимание и неготовность работы, что Куштау больше нету, как источника сырья. Поэтому, значит, мы приняли решение, мы, я уже дал поручение, соответственно, мы сейчас прорабатываем и анализируем юридическую природу сделки, согласно которой произошла приватизация соды. И, соответственно, мы сейчас анализируем ситуацию в целом, нет ли там признаков, нет ли там нанесения ущерба бюджета республики. Это займет определенное время. Эта история продолжалась где-то с 2007 года, она началась. Основная сделка делалась с 2010 по 2013 год. Там только 56 томов дела, мы их изучаем. Если мы придем к определенным решениям, ну, соответственно, будем двигаться дальше. Но эту ситуацию с поведением акционеров, вообще ситуацию корпоративную мы, конечно, так не оставим. Поэтому это в русле того, о чем вы говорите, в русле того, что беспокоит людей, я думаю, вот таким образом мы будем идти. Значит, передайте ишимбайцам, я в ближайшее время туда приеду, мы там жителями соберемся, мы найдем общий язык, мы спокойно с ними переговорим, найдем все решения, тем более, что на данный момент можете их совершенно точно успокоить, что тема закрыта, и пусть занимаются, и живут, и радуются. Вопрос другой, что совершенно точно этим населенным функциям надо помочь, я там был, ну, довольно такое некрасивое, такое неприглядное зрелище вокруг, ну, будем помогать и решать эти проблемы. Передайте всем жителям привет. Спасибо. Спасибо, коллега. Ради Фаритович, еще один вопрос. Когда вы говорите о присоединении соды к каустику, я хотела бы, если уж тогда речь идет об акциях, то рассмотреть, каким образом были куплены первые 19% акций каустика, потому что там был рейдерский захват, я была участником этих событий, то есть свидетельницей, потому что работала я на каустике, и как это все обстояло, и как во времена Муртазы Рахимова, кто, что в судах представлял эти дела, то есть это было все спущено на тормозах. Давайте так, я детали сейчас входить не буду, совершенно точно, что мы этим занимаемся, совершенно точно мы создали юридическую группу, которая изучает, еще раз говорю, это непростая история, она вызывает у нас много вопросов, прежде всего она вызывает много вопросов, ладно бы, вот двигалась история, мы тоже 38% имеем, получаем дивиденды, хорошо, предприятия могут привести к фатальным последствиям, мы так не согласны, предприятие должно работать, модернизироваться и так далее. А когда, соответственно, из 100% дивидендов, соответственно, 2-3% только направляется на модернизацию, на социалку, на тот же Стальтомаг, это неправильно. Поэтому вот я думаю, что в ходе вот этого анализа и общения с нашими коллегами из других структур, я думаю, мы к какому-то решению придем. Поэтому еще раз говорю, передайте привет ишибайцам нашим дорогим. Пожалуйста, есть вопросы? Вы поддержите. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Артур, фамилия моя Ламидзе, я корреспондент Пятого канала. И вопрос мой по поводу судьбы главы Шимбайского района. Вы сказали, что если будут доказательства его неправомерных действий, он вылетит. Мы подготовили видео, где этот человек даже представляется, он кидает палатками в протестующих. Если надо, минутное видео могу предоставить вам прямо сейчас. Меня интересует, что же будет с ним, какое решение будет принято, есть ли у вас понимание ситуации? Давайте так, мы все-таки, знаете, там все сейчас переходит нормальную, на мой взгляд, правовую плоскость, там очень много было нарушений с разных сторон, из стороны экозащитников, из стороны ЧОПа и так далее, и там подобное. Насколько я знаю, Владимир Викторович, вы не дадите мне соврать, материалы уже поступили, в том числе по главе Шимбайского района. Давайте вот у нас в государстве все-таки существуют законы и существуют структуры, которые определяют. Значит, принимают решение, говорят, а дальше будем двигаться. Я думаю, что здесь еще раз говорю, что нам надо переходить вот в плоскость таких, ну, совершенно спокойных таких моментов, и я думаю, этого достаточно. Договорились, коллеги, у меня сегодня все-таки предполагалась встреча с защитником Куштава, с журналистами я довольно подробно общался, вам спасибо, что вас это волнует, я предлагаю тогда завершить наш разговор. Спасибо. Спасибо.